я осознаю что происходит с россией я видел разные части россии и надеюсь увидеть всю русь целиком и глядя на происходящее я задаю себе вопрос кто они сволочи или идиоты ну просто творящие вот одну глупость за другой по нелепости поднять куда умею или же эта часть злобного плана в конце ролика я постараюсь ответить на этот вопрос газета times британская газета times влиятельнейшее издание мира обвинила международную пилораму телеканал нтв и газпром в спонсировании расизма причиной стал один из выпусков международной пилорамы с тиграном киоса и одном главной роли сценарий пишет его благоверная маргарита ибн симоньян в котором актрисочка лицедейка несчастная видимо провинциалка очередная которая за гроши позорит себя пожизненно раскрасила лицо в черный цвет и выступала в образе президента сша барака обама которого я на самом деле уважаю в чем-то за хотя бы за его медики вот поиздевались российски the times предложила евросоюзу и там организациям ответственным избавиться от спон от этого от партнерства с газпромом в международной какой-то там футбольной лиге но то есть репутационный ущерб газпрома не знаю во сколько там сотен тысяч раз превосходит пользу если такова есть получаемую от международной пилорамы думаю вот этого тиграну киоса яну и маргарите симоньян не простят хотя насмешки над двумя облапошившимися разведчиками ей простили но видимо даже задание такой дали отшлепать их что ли здравствуйте друзья с вами снова я захарыч блаженный ну как вам предыдущий ролик будет еще ролик про среднеуральский женский монастырь в честь икон испарительница хлебов будет я не буду резок но я буду честен вот что ж друзья а повторюсь есть такой певец украинские господи как от стрелька у него псевдоним или стрекала прошу прощения и у него песня замечательная я бью женщины детей потому что я красавчик у нас весь режим такой они бьют стариков и детей не верите сейчас расскажу ко мне обратилась зрительница 46-летняя наталья викторовна ливадина а из ростовской области станица и горлыкская вот 20 февраля 18 года ее сынишку 18-летнего еще семь человек посадили в тюрьму по статье всего семь человек посадили по статье 228 наркотики и стали пытать им шьют адское дело до 20 лет тюрьмы наркомафию твари вскрыли понимаете твари вскрыли наркомафию азовский городской суд поганый да будем проклят держит людей уже два года молодых людей бывших школьников вчерашних держат за решеткой и тем самым пытают причине этом тяжелейший вред здоровью за это придет расплата придет довольно скоро увидите это кажется что долго будет все кто служит режиму одев эту форму вы отвечаете уже и перед облачным миром и перед кармой своей и перед родом своим и перед родиной и вы ответите даю слово особенно не люди в мантиях ужасная вообще эта история и вот сидит и наталья викторовна ливадина обратилась ко мне с просьбой озвучить эту историю говорит что тысячи молодых людей вот в ростовской области да по всей россии десятки тысяч вчерашних школьников сидят одной рукой эту ублюдочная власть которая тесно тесно срослась с криминалом одной рукой она поставляет наркотики им а другой рукой сажает их в тюрьму берет заложниками и убивает будущее руси что ж а что же происходит с палачами и защитниками палачей вот как говорит канал база офицер федеральной службы охраны фсо михаил захаров покончил с собой нет ошибочно утверждал что из охраны путин нет путина охраняет с бп службы безопасности президента еще одна служба вы понимаете насколько они бздят это оккупационный режим поймите вы в общем а депутат яровая тем временем предлагает то самый закон яровой там предлагает всех детей в школах поголовно протестировать на алкоголизм и наркоманию ну то есть не добровольно и тех детей которые будут уличены и их перевоспитывать и давать им воспитателей добровольцев это чему же будут воспитывать власть которая их подсадила на наркоту и бухло большой большой вопрос вот между тем вот та же самая власть в лице мусора поганого александра заброды евгения аунинга двух поганых мусоров в санкт-петербурге зверски избила подростка тогда им по 18 лет не было вадима коваля которого якобы подозревали в краже из-за местного вот этого жраль не супермаркета какая-то тварь написала заявление на мальчика тварик гадина погана из этого магазина на вот мальчика заковали в наручники разделе заковали в наручники головы избили несмотря на то что он кричал что не операция после грыжу а я от грыжи только что было вот 14 ударов минимум но думаю раз стою и зверски избили вот 50 тысяч рублей суд рафистанский дал в 50 раз меньше чем требовала защита мальчика ну да не будет обжаловать приговоры все такое в общем происходит чудные дела друзья но самое страшное из всего этого это то что такая группа исследовательской важной истории опубликовала данные по которым наши пенсионеры тоже преступники наши пенсионеры тоже преступники знаете какое самое распространенную пенсионеров преступления если подростков сажают и пытают и карают эти твари в погонах по статье 228 геноцидной борьбе с наркотиками геноцидной потому что это же власть наркотики распространяет левыми руками через криминал с которым она срослась то пенсионеров карают за кражи пенсионерам кушать нечего они в магазинчиках подворовывают копеечку их ловят служители магазинов многие из которых ну они за гроши тоже трудятся и на них эти кражи вешают не справедливые незаконно вешают на них эти кражи эти ублюдочные владельцы магазинов неправедный богач вор сказал янгус великий чешский христианин янгус создает создатель родитель гуситов честных истинных христиан неправедный богач вор да у нас все богачи неправедные вы жрете там сытно в тепле закутались сидите на машинах дорогих ездить а смерли там это черн который вы не видите времена меняются из-за свою злобу и бесчеловечность вы тоже будете отвечать неправедный богач вор на руси нет праведных богачей я их не вижу а пенсионеры наши старики наши воры да да вот какая лицемерная власть посмотрите алкаш и убийца борька ельцина узурпатор тиран подонок и проходимец нет слов чтобы его назвать в общем это это ужасно он взял борис николаевич ельцин когда он был в екатеринбурге в свердловске он взял и снес дом ипотевых где лишили жизни эти подонки чем наследником он является где лишили жизни царскую семью а потом поставили этот храм я не снимал в храме вам честно скажу храм произвел на меня отвратительное впечатление отвратительно я с уважением отнесся все но храм от чудовищный я не был в этом храме вооруженных сил где фуражка адольфа гитлера хранится как реликвия не был я скажу вам что думаю впечатления будут схожими это фальшь 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 и лицемерие они обворовали стариков а теперь судят их за кражи они продают детям наркотики распространяют их по всему свету и судят детей же это геноциды это самый лицемерный геноцид понимаете и одновременно практическая евгеника потому что та часть руси которая не хочет быть уничтоженной она прислуживает прислуживает в средствах массовой информации лжет людям одевает ублюдочную поганую братоубийственную форму я посмотрю на вас на настоящей войне воины да видно вас был уже вот и вот это закольцованные геноциды идеальная форма а самих геноцидников тех кто наверху их совсем мало фамилии их известны большинства из них не всех на большинство вот а как какой же у них лицемерие как они хотят поработить и уничтожить и распродают остатки российской империи потомок а наследник и правоприемник убийц семьи последнего императора его самого уничтожает место преступления ипотевский дом а затем ставит там этот храм я не буду его плохими словами называть но это ужасное место это ужасное кстати на храмах нигде не висят таблички не снимать ну там оговаривают что с благословения батюшки там висит табличка не снимать на входе не снимать добрые дела в масках не делают что ж друзья пришло время ответить на вопрос который я задал в начале но в подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии не буду на ту волю ваша поддержите мой труд простой опасный и требующий к сожалению расходов от ботинки свои зимние стоптал так грустно вообще вот сволочи они или дебилы смотрите они старательно разрушают национальное достояние россии газпром а а в азербайджану дана свобода от имперских уз и он толкает газок в европу через дружественную турцию тигран киосаян вместе с любимой жинкой маргариты ибн симоньян сделали все чтобы опустить ниже плинтуса до дна догнать авторитет газпрома потому что газпром оплачивает нтв который выпускает помоечные выпуски международные пилорамы этого одища к слову каждый за каждый выпуск 5 миллионов рублей получает это счастливая супружеская чита а вот 5 миллионов рублей слову друзья пока наши пенсионеры воруют пока наших стариков унижают заставляя от голода воровать великому иосифу даудовичу кобзону ставят будут ставить памятник за 52 миллиона рублей угадайте где скажите как его зовут тарада да 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 тарада да 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 калашников правильно помните про лицемерие памятнику калашник несколько выпусков блюд посвятил так вот там рядышком поставят иосифа давудовича кобзона за 52 миллиона бюджетных рублей эти деньги могли бы пойти пенсионерам знаете давать людям по 1000 рублей в день дополнительно это сколько тысяч человек в месяц простите это сколько тысяч человек хотя бы чуть более сытыми будут вместо этого ставят памятник они страну мертвую уставят храмами и памятниками но никто не будет в храмы эти ходить а защитники режима такие как михаил захаров офицер фсо будут стреляться за невыносимых условий службы и разрушенной жизни потому что вы форме вы такие же обманутые обворованные и вы такие же жертвы как и мы вы еще в худшем положении у нас хотя бы совесть чисто а вы предатели родины и слуги врагов родины оккупантов пробуждайтесь думайте головами не надо стрелять голову как сделал несчастный несчастный михаил захаров не надо лучше вообще не стрелять подумайте головами кто заставляет нас быть врагами самим себе и собственной родине пробуждайтесь глубина этого обмана неимоверно но вылезти из него стоит ибо мы не великий народ но худший народ на свете ничтожнейший народ мы хвост того великого народа хвост потому что тот народ твари пожрали разогнали по миру и истребили а мы жалкие останки пробуждайтесь останки может быть что-нибудь еще получится с божьей помощью потому что без бога ничего у нас не выйдет повторюсь в одном из следующих выпусков до расскажу свои впечатления не более того со схийгуменом сергиями не виделся поэтому не словечко про него сказать не могу не могу никак шаман габышев к слову он совершенно не прятался и открыт был да и на самый последок я трем зрителям должен книги дорогому зрителю из владивостока супружеской чете из казани и еще одной прекрасной зрительницы простите в силу плохого самочувствия и передвижений своих идиотских хаотичных я не послал вам еще книги свои про службу в армии сша но обязательно это сделаю в самое ближайшее время если пожелаете напишите мне пожалуйста это мне ускорит процесс поиска может мне пишет очень 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 много людей вот доброго но я открыт я открыт и я буду открыт почему да потому что добрые дела маски не делают если я вижу съемка запрещена если кто-то нет 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 я не буду с вами разгарить без комментариев свяжитесь с пресс-службы или нет благословения надо разговаривать с тобой или еще что-нибудь добрые дела в маске не делают доброго дня помогай нам бог